Иногда бывают ощущения, что мир это комната, где есть пол, стены, потолок. Ну, окно. И вдруг вот есть веяние извечности, есть холодок потусторонности, есть что-то такое, что не воспринимается как реальность, но и представляет собой как раз особый интерес. Мир как тайна – это гораздо более точное определение, чем мир как реальность. Вот это ощущение тайны знакомо каждому. И с каждым человеком, вероятно, случались подобные события, но он их не знает и не помнит. Он их не отрефлектировал. И может быть, это правда. Может, существует специальная цензура, которая не позволяет нам запоминать все то таинственное и воспринимать как таинственное все то, что с нами совершается. Вот мистика истории, личный мистический опыт, мистика судьбы, когда это объединяется все вместе, тогда допускается возможность, что помимо нашего разума существует в мире какой-то другой, более высокий разум, к которому мы иногда можем прикоснуться, почувствовать и, может быть, не точными, неловкими, не совсем ясными словами, но пересказать. Как известно, существуют люди с очень богатым мистическим опытом. Ну, например, Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов или Андрей Белый. Блок, когда пишет свою автобиографию в 2014 году, он пишет там так. В низшую мистику личной жизни вторглась высшая мистика истории. И вот что для нас важно. Вот эти мистические события мы будем брать только такие, которые строго документированы, которые произошли в истории, которые произошли в жизни конкретного человека, и они описаны либо свидетелями, либо самим человеком в автобиографии, либо мы сами попробуем выявить мистическую сторону самых привычных для нас и понятных исторических событий. Нам кажется, что мы их знаем. Ну, мы-то знаем дату, эпоху, фамилию, но сущность этого события не всегда есть сна. То есть нас интересуют только документы. А что рассказала бабушка, однажды проснувшись, и какой она видела странный сон, и прочие охотничьи истории, включая гурдалаков и монстров, это нас интересовать не будет. Тайный, скрытый и рациональный смысл часто кроется в вещах самых обыкновенных. Попробуем себе представить, что мы идем по Петербургу, и у нас очень хороший экскурсовод. Он нам сообщит множество историй о том, как создавался памятник, что при этом происходило, как менялся замысел. Но это, тем не менее, не раскроет нам смысл вот этого пространства, города, который обращается к нам с какой-то речью. Вот чувствуем ли мы, в каком напряженном диалоге находятся эти памятники? Чувствуем ли мы ту тайну, которую скрывают они, и, скрывая, одновременно приоткрывают? В первой серии я расскажу об очень странном видении, которое было Павлу Первому. И вот что интересно. Это видение, а именно явление ему, его прадеда, императора Петра Первого, было на том самом месте, где через некоторое время будет стоять Миклюша. На том самом месте. Итак, 18-е столетие, 1762 год. Ангальп-цербская принцесса становится русской императрицей Екатериной Второй. Правительствующий сенат принимает присягу. И одно из первых решений, которое пришло на ум сенаторам, было совершенно замечательно. А не установить ли конную статую новой императрицы? И вот с этим очень остроумным решением и является Бицкой к Екатерине Второй. Екатерина Вторая немка. Вот эти восточные хитрости, вот этот самый странный способ мира отношения, когда можно возвеличивать собственное имя, собственную персону еще при жизни, для Екатерины незнакомо, да вряд ли и приемлемо. И вот тут она предлагает действительно замечательную идею. Установить памятник не ей, а Петру Первому. А дальше начинается 20-летняя история того, как этот памятник будет установлен. Решить нужно было огромное количество проблем. Вряд ли Павел Первый знал о всех сложностях, связанных с разработкой и установкой памятника Петру Первому. Дело в том, что практически он не принимал никакого участия в государственных делах. Он жил уединенно в Гатчинском дворце, во многом не соглашаясь с той политикой, которую проводила Екатерина Вторая. И вот однажды, соизволенный своей матушкой, вместе со своей женой, он едет в Европу. Они едут инкогнито, под именем, называются они граф и графиня Север. И нужно сказать, что эта чета очаровала царственные дворы европейские. Потому что Павел Первый человеком был обаятельным. Кроме того, он был человеком умным, и он способен был заинтересовать собой и своими мыслями окружающих. Может быть, это посещение совпало с появившимися за границей известием о том, что в Петербурге скоро будет открыт памятник. Открыта конная статуя Петра Первого. 29 июня. В день святых апостолов Петра и Павла, подчеркиваю, Петра и Павла. В одном из великосветских салонов Брюсселя к Павлу обратились с вопросом. Не случалось ли с ним каких-нибудь странных мистических происшествий? Странных мистических происшествий. Ну, это вообще-то салонный разговор. И люди частенько две-три истории выучивают наизусть и с неизменным успехом их пересказывают. Ну, вот что интересно. Реакция Павла на это предложение. Павел Первый пытался уклониться от ответа, сказав, что подобные воспоминания, цитирую точно, имеют слишком сильную власть над человеком. Судя по всему, это воспоминание он никогда не рассказывал. Вероятно, даже своей же имени. Но затем он все-таки согласился поделиться этой историей, поставив важное условие, чтобы этот рассказ никогда никому не передавался. И мы бы никогда о нем не узнали, если бы он не был записан. Вот это тот самый важный документ, который представляет себя особо интересным. Только благодаря этой записи мы знаем эту историю. И вот история, рассказанная Павлом. Как-то в поздний час мы с князем Куракином решили побродить по Петербургу инкогнито. Нам было весело, и мы не думали ни о чем важном. Мы шли и беспечно болтали. Вдруг в глубине одного из подъездов я увидел фигуру человека довольно высокого роста в испанском плаще и в военной шляпе, надвинутой на глаза. Казалось, он кого-то ждал. Когда мы проходили мимо него, он выступил с глубины подъезда и молча пошел слева от меня. Лицо его было скрыто тенью от шляпы, и я не мог разглядеть его черты. Зато шаги он печатал по мостовой так громко, что казалось, камень бьется о камень. Петр по-гречески значит камень. И вот в видении Павла I Петр идет по своей столице и слышно, как камень бьется о камень. Словно имя Петра и его каменный град соприкасаются друг с другом. Для самого Павла I это деталь, это воспоминание, он на ней никак не акцентирует внимание. Петр придумал город-камень. Это его выдумка. Видите, что получается? Что Петербург – город, созданный из головы. Город, выдуманный из головы – это то, что будет пугать Гоголя, Достоевского. Кажется, что вместе с туманом поднимется и исчезнет, как проходят наши мысли. Но вот этот замысел политический, геополитический, чисто рациональный вдруг своей стороной какой-то соприкоснулся с мифом. И потому страшное предсказание о том, что Петербургу быть пусто, или те страшные слова, которые писал Иннокентий Анинский, сочинил на наш царский указ. Потопить ли нас шведы забыли? Вот что мы есть. Наш сочинил царский указ. Мы все во власти мертвецов. Вот сочинил Петр Первый эту идею, и мы возникли. Но вернемся к рассказу Павла. Сначала я очень удивился. Потом почувствовал, что левый бог мой замерзает, словно незнакомец сделан из льда. Стуча зубами от холода, я обратился к Уракину и сказал, «В нашей компании прибавление? Какое прибавление?» Стуча зубами от холода, я обратился к Уракину и сказал, «В нашей компании прибавление?» «Какое прибавление?» – спросил Куракин. «А вот этот, что идет слева от меня, и при том, кажется, довольно громко идет». Куракин присмотрелся и отвечал, что никого не видит. «Да вот же, в плаще слева между мной и стеной. Ваше высочество, вы идете вплотную со стеной дома, там ни для кого нет места». Я протянул руку и в самом деле тотчас коснулся камня. Но при том я по-прежнему явственно различал незнакомца и слышал грохот его шагов. Вот посмотрите, ведь идет Павел Первый не один. Князь Куракин. Он идет рядом. Причем этот же князь присутствует рядом с Павлом Первым за границей, где Павел Первый рассказывает эту историю. Во время рассказа Павла Куракин иронически улыбается. А затем посмотрите, какую фразу Куракина баронесса занесла в свои воспоминания. «При всем высокопочитании ваших речей я не могу считать эту историю ничем иным, как произведением вашего необычайного воображения. Свидетель, находившийся при великом князе, не видел Петра Первого. Но для Павла это не имеет никакого значения. Потому что это событие его внутреннего мира, которое для него важнее, чем все то реальное, что наблюдает трезвый и умный князь Куракин». Послушаем дальше. «Глаза незнакомца, это говорит великий князь, сверкали из-под шляпы завораживающим, нечеловеческим блеском. И я не мог отвести от них свой взгляд». Вдруг он позвал меня глухим и печальным голосом. «Павел!» Влекомой какой-то могущественной силой я машинально ответил. «Что тебе надо было?» «Павел!» – повторил он. «Бедный Павел!» «Бедный Павел!» «Бедный Царевич!» «Кто ты таков?» «Я тот, кто желает тебе добра!» «Прими мой совет!» «Не привязывайся сердцем ни к чему земному!» «Ты недолгий гость в этом мире!» «Ты скоро покинешь его!» «Если хочешь спокойной смерти, живи честно и справедливо по совести!» «Помни, что угрызение совести – самое страшное наказание для великих душ». В определенном смысле пророчество призрака сбылось. Император Павел I умер трагической насильственной смертью. Жизнь его в пространстве Петербурга описала круг. Дело в том, что он родился во дворце Елизаветы Петровны. Именно на этом месте он выстроил Михайловский замок, где и был убит. И в другом смысле пророчество он оправдал. Потому что он всегда старался жить честно и старался жить по справедливости. Конечно, многим современникам его поступки казались иногда дикими, иногда нелепыми. Но внутренне Павел I следовал только велению своей совести и только справедливости. И может быть, вот это самое страшное. Потому что когда человек все свои деяния подчиняет требования справедливости, как он ее понимает, этот человек неминуемо будет жестоким. Но история наша еще не конь. Мы шли не менее часа и, наконец, оказались перед зданием Сената. Призрак остановился. Прощай, Павел, ты меня еще увидишь здесь, на этом самом месте. Я отплянул. Передо мной стоял мой прадед, Петр Великий. Прежде чем я пришел в себя, он исчез бесследно. И вот теперь на том самом месте императрица Екатерина воздвигает монумент. Заметьте, я никогда не рассказывал матери о своей встрече с прадедом и никому не показывал этого места. А мне страшно. Страшно жить в страхе. До сих пор эта сцена стоит перед моими глазами. И иногда мне чудится, что я все еще стою там, на площади перед Сенатом. Ровно через пять недель после того, как эта история была рассказана публично, и состоялось открытие памятнику Петру Первому. Там он и стоит поныне, великий предок, предсказавший своему правнуку то место, на котором они встретятся вновь. Эпизод с введением призрака Петра Первого – не единственный мистический эпизод в жизни Павла. 1796 год. Самое начало ноября. Павлу Первому снится очень странный сон. Как будто какая-то сверхъестественная сила поднимает его в небеса. Он проснулся, разбудил Марии Федоровну и рассказал ей о своем странном сне видения. Удивительно то, что в этот самый момент Марии Федоровне снился тот же самый сон. Ну, как мы знаем, на следующий день стало известно, что Екатерина Вторая умерла, и Павел из Великого князя становится императором. И вот одно из первых деяний, которые производит император Павел Первый, это знаменитое перезахоронение своего отца. Культура происходит от слова «культ». В основе всякого культа лежит почитание предков. Итак, предком Павла Петр Первый, мой и предок его – несчастный император Петр Третий. И вот Павел решил перезахоронить. Перезахоронение – вещь, очень значимая в культуре. Как и вся наша жизнь имеет внешнюю, бытовую, политическую, биологическую сторону. Человек родился. Явление обычное. И вместе с тем некую таинственную сторону этого явления ощущает каждый человек, которому сообщают о рождении. Смерть – это еще одно из важнейших событий в жизни человека. После смерти человек продолжает жить. Это привычные слова. Но тем не менее, да, и после смерти с ним может многое произойти. Может родиться мифы его бытия. После смерти он станет не только дедушкой, но и прадедушкой. Жизнь его будет продолжаться. И это знают все, но только знает со своей обычной бытовой стороны. Вот этим перезахоронением своего отца Павел Первый начинает огромный сюжет мистический в жизни Петербурга. Петр Третий, конечно, пренебрежительно относился к православию. И это была его большая ошибка. А кроме того, вот все эти восточные обряды, пышное коронование казалось ему ненужным театральным действием. Он царствовал менее двухсот дней. Всего-то навсего. Но так как он не был коронологом, то по закону он и не имел права быть похороненным в Петропавловской крепости. И поэтому он был похоронен в Александра Невской лавре. Огромная процессия двигалась от Александра Невской лавры в Петропавловской крепости. И кто идет впереди? Впереди идет Орлов. Тот самый справедливый или несправедливый, мы это точно не знаем, который считается убийцей Петра Третьего. Он идет впереди. Так совершается историческая справедливость. Акт перезахоронения своего отца – это событие символическое. А символическое событие – это то, которому суждено повторение. Так говорил Блок. Вот эти перезахоронения петербургские, они будут продолжаться. Они имеют свою особую мистическую историю. А мы уже с вами знаем о другом перезахоронении, которое случилось в конце 20 века на наших глазах. О перезахоронении членов императорской семьи. Имя Петра носил не только дед, но и его несчастный отец Петр Третий. В детстве Павел был практически отлучен от семейных связей. Он испытывал почтение к матери и любовь к отцу, которого он почти не видел. Но прадед и отец, несомненно, жили в его сознании. Связь с ними становилась мистической реальностью. А потом он сделает то, что он должен был сделать. Он должен со своей стороны увековечить память своего предка, а именно Петра Первого. И тогда статую, которую в свое время извоял Растрелли, и которая отвергла Екатерина Вторая, эту статую он установит перед инженерным замком и сделает надпись на ней, которая прямо корреспондирует и полемизирует с той надписью, которая сделана в медном саднике. Там ведь только дело в числах. Петру Первому Екатерина Вторая, предок политический. Здесь прадеду от правнука, это истинный предок, он имеет право, он снова восстанавливает монархию. Правильную смену императора. Потому что там было нарушение закона. Екатерина Вторая не имела права занимать трон Романова. И вот этот диалог петербургских памятников начинается с постановки другого Петра Первого. А потом это будет продолжаться на протяжении истории Петербурга до наших дней. Это вот та самая история внутренняя, которая есть сущностная история, бытийственная история. Этот угол зрения только внешне кажется странным и необычным. Ведь посмотрите, как интересно живется детям, как ярко они воспринимают мир. И почему же, взрослея, мы вдруг утрачиваем этот интерес? А только потому, что мы утрачиваем мистическое измерение мира. Ребенок ближе нас к тому, что можно назвать сущностью восприятия мира. Есть люди, наделенные богатым, огромным мистическим опытом. Они осмысляют и мистику истории, и мистику собственной личной жизни, мистику судьбы. Эти странные люди, такие как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, или даже Набоков, они запечатлели тот странный, таинственный, мерцающий мир, который с рациональной точки зрения не объясним, или объясним только частично. И вот этот мистический опыт можно понять только тогда, когда человек обратится вглубь самого себя и задаст себе вопрос, а может быть и со мной происходило что-то такое, что я или не захотел понять, или отбросил как несущественное, или просто забыл. Очень часто мы становимся мистиками, когда пытаемся понять, а как же так сложилась моя жизнь? Такое создается впечатление, что кто-то мной руководит, и кто-то мной властвует. Очень часто мы становимся мистиками, когда размышляем о собственной судьбе. Такое впечатление, что кто-то мной руководит, и кто-то надо мною властвует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok